Здравствуйте, дорогие садоводы! Вы смотрите канал Сад для Души. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы получать оповещения о новых сюжетах первыми. Заходите в Инстаграм, там много всего интересного. А в эту среду, 8 апреля в 16 часов, будет прямой эфир прямо на грядке с клубникой. Рассмотрим все вопросы о клубнике. Итак, а сегодня мы поговорим о том, чем подкормить клубнику весной. Когда нужно приступать к обработке клубники? Как обрабатывать? Когда обрезать старые прошлогодние листья? Чем опрыскать от вредителей и чем обработать от вредителей, таких как долгоносик и земляничный клещик, которые могут не просто снизить урожай, но и истребить наши посадки. Итак, когда же приступать к обработке клубники? Я уже примерно неделю нахожусь на даче, но я не спешила с обрезкой клубники, потому что было минус 15. Конечно, это крутовато для клубники. И когда вот такие заморозки, морозы еще ожидаются, то все-таки вот эти старые прошлогодние листочки хоть как-то прикроют сердцевину нашей клубники. Потому что, повторюсь, минус 15 это очень много. Но сейчас уже не ожидается вроде как, если верить синоптикам, таких экстремальных ночей морозных. И уже можно обрезать старые клубничные листья. Когда мы их обрезаем, мы ускоряем прогревание почвы. Потому что, вот видите, закрывают листья почву, и солнечные лучи туда не проходят, а значит корни не работают. Чем быстрее мы обрежем листочки, вот уже сейчас можно приступать к этой процедуре, тем быстрее будет прогреваться почва, и быстрее наша клубника пойдет в рост. Итак, беру секатор. Это у меня секатор. И часто начинающие садоводы боятся обрезать клубнику и вырезают буквально по листочку. Работа эта довольно-таки муторная, и ее можно запросто ускорить. Точно так же, кстати, я обрезаю клубнику осенью. Вернее, поздним летом, в конце августа. Осенью я уже не обрезаю. Итак, вот беру листья и просто по кругу и до секатором. Сейчас я вам покажу. Вот так. Просто обрезаем. Наклоняю. В одну сторону вот эти зелененькие молодые листочки. Вот так вот их рукой пригибаю. Вот еще один. И здесь совершенно спокойно вот так по кругу иду и срезаю все старые листья. Вот так. Надо признать, что в этом году клубника, конечно, выглядит плоховатенько. Виной всему ранний исход снега. Его, в принципе, отсутствие до малое количество. То есть раньше у меня в Северном Подмосковье находятся дачи. Все-таки до середины апреля все растения были покрыты снежным покрывалом. Сейчас уже месяц нет снега. И, конечно, целый месяц подвержено морозам, ветрам. Очень сильные ветры. И, конечно, это сказывается на внешнем виде. Но наша с вами задача клубнику реанимировать и получить урожай не хуже, чем в предыдущие годы. Итак, вот я обрезала клубничные листья. Сейчас я вам здесь вот еще покажу. Сейчас вы вообще не бойтесь обрезать лишнее. Весна и клубника все нарастит. Она восполнит и нарастит все листочки, которые вы, молоденькие, случайно обрезали. Сейчас вот еще один куст обработаю вот так. Все очень быстро и оперативно должно происходить. Вот. Все. Мы обрезаем. Сейчас я вам расскажу, что делать с этими обрезанными листьями. На самом деле у меня бедрован для них стоит. Листья, да, я отправляю в компост. Или вот здесь вот я буду буквально вот завтра, послезавтра делать теплую грядку для огурцов. А у меня есть видео, я прикреплю. И они туда пойдут в качестве вот такого слоеного пирога, которым я буду переслаивать. Этими листьями буду переслаивать конский навоз и будет теплая грядка. Не бойтесь, никаких болезней. Абсолютно ничего не перейдет никуда. Вы ничего не разнесете. В компосте там топка настоящая. На грядке, если вы ее правильно сделали, там тоже такая топка, что там никакие бактерии не выживут. Итак, мы очистили почву. Но у меня здесь вот сныть, например. Если у вас нет такой проблемы, то совочек вам не нужен. Дальше я прохожусь вот так вот по всей грядке. И видите, какая зараза. И убираю вот таким образом. Сейчас это важно сделать. Всю сныть, чтобы через неделю не пришлось процедуру повторять. Вот она. Если у вас сныти нет, тогда приступаем к подкормкам. Чем подкормить клубнику? Есть удобрения в сухом виде и есть в жидком. Сейчас про все расскажу. В сухом виде есть гранулированные удобрения. Вы можете даже воспользоваться. Взять обычную кемиру или фертику весеннее. И также рассыпать гранулы. Но мне все-таки нравится гранулированное удобрение вносить в жидком виде. То есть растворять в воде. Так все-таки они быстрее. А дойдут к корневой системе и усвоятся растениям. Есть удобрения сухие и гранулированные и есть в виде порошка. Вот у меня здесь есть такое. Я рассказывала в предыдущих сюжетах, что я много себе набрала от Диан Агра. Это для любителей органического удобрения. Вот оно здесь. Можно сказать, такая уже. Это на рыбной муке. Это здорово. Вообще выбираете удобрение для клубники на костной или рыбной муке. Можно ее и дополнительно внести вместе с тем удобрением, которое вы используете. Все. Я просто вот беру вот так вот и присыпаю уже обработанную клубнику. Затем беру тяпочку. И да, это важно. Мы слегка заделываем в почву. Обязательно. Не оставляйте на поверхности. Это не очень здорово. Это что касается вот такого удобрения. Самое классное, самое такое эффективное удобрение. Это Эко Стайл. Вот оно я вам сейчас покажу. Вот так вот оно выглядит. Вот Эко Стайл. Покон тоже, если вы найдете, но его сейчас практически нигде нету. Тоже очень хорошее. Примерно так же оно, не примерно, а так же оно вносится в виде порошка и слегка закрываем тяпочкой. Что касается того, если вы вносите мочевину, мне не очень нравится вносить мочевину именно под клубнику, потому что она вызывает бурный рост вот этой вегетативной массы. Но вместе с тем ее все-таки нужно и кормить фосфором, калием, кальцием, для того, чтобы цветоносы были крепкими и все-таки по возможности не падали. Если вы кормите мочевины, тогда потрусите немножечко, немножечко древесной золы, тоже вот так вот, чтобы было питание сбалансированным. Немножко. Это все-таки у нас не осень. А это что касается вот таких удобрений. Есть жидкие удобрения для клубники. Много их очень я вам покажу, лишь те, которые есть у меня. Это Агроверм, тоже очень хорошая фирма. Вот она, для плодово-ягодных. Это вытяжка из гумуса. Того гумуса, который в фирме Агроверм делают червячки. Я к себе тоже, кстати, кто знает, инстаграм смотрит, завела себе калифорнийских червячков и буду вам тоже о них рассказывать. Мне интересно просто, что они произведут. Вот это вот как раз вытяжка. И есть также у биокомплекса Organic Mix вот эликсир для ягод. Тоже здесь и клубника, и малина, и ежевика. Вот так он выглядит. Ну, много сейчас можно найти жидких удобрений. А смотрите, что касается жидких удобрений. Мы поливаем, мы, естественно, разводим по инструкции, но поливать нужно все-таки при более теплой погоде. То есть, если сейчас, вот прямо сейчас, я вот с вами сейчас пообщаюсь и продолжу обрабатывать клубнику. Сейчас мы можем внести вот какие-то сухие удобрения, да, для клубники. То жидкие удобрения нужно подождать все-таки, когда потеплеет, плюс 10, плюс 12, когда будет устойчивая погода все-таки уже на улице. Иначе в холодной почве, вот сейчас, например, у меня плюс 2 всего. Этой ночью было минус 7. Все-таки не будут корни всасывать вот эти питательные вещества. И вы зря потратите свой труд. И время тоже, и, конечно же, зря израсходу эти удобрения. Поэтому вот к подкормке жидкими удобрениями даже, знаете, стоит приступать, когда только-только вот там вот цветоносы наметились. А, кстати, когда вы будете обрезать о цветоносах жесмин, например, то я всегда себе оставляю вот такие палочки, рогатинки. Лучше всего, каких только у меня опор специальных не было для клубничных ягод, все ерунда. Выше опоры этих у меня ягод перерастают и ничего не помогают. Вот палочки вот такие, самое оно. Они у меня всегда на краю грядки, на краю грядки лежат. Итак, после того, как мы подкормили, время, да, обработать клубнику. Если паутинный клещ, обрабатываем прямо сейчас, но старайтесь, чтобы все-таки в эту ночь, в ночь после обработки температура не уходила в минус. Все-таки такого небольшого хотя бы потепления дождитесь. Но, конечно же, в безветренную погоду и чтобы не было дождя ни сегодня, ни в день, а после обработки. Не завтра, например. Препараты фуфаноннова, карбофос и актелик. Но, если у вас полностью плантация заражена клубничным клещиком, а это, знаете, такие вот листики будут прямо скрученные-скрученные, такие барашки вот внутри, все-таки специалисты рекомендуют избавиться от такой клубники и новые усы приобрести, новый посадочный материал и на другой грядке, желательно подальше от этой зараженной. Но, если небольшие какие-то моменты, то можно, да, справиться с клещиком. Опять же, если какие-то экземпляры поражены, не надо жалости испытывать. Все-таки выкапывайте и уничтожайте их безжалостно. Иначе все это быстро перейдет на здоровую клубнику. Что касается долгоносика. Эта бич у меня просто каждый год, да, и розы, и клубнику, и малину от долгоносика. Обязательно, когда я опрыскиваю от долгоносика, от вредителей всех плодовый сад, я обрабатываю клубнику. Я вот недавно, кто не видел, посмотрите, чем обработать плодовый сад. Сюжет вышел. Те же препараты фуфанонова очень хорошо бьет долгоносика, актелик и карбофос. Но я обрабатываю дважды, препараты меняю. То есть, если я сейчас обрабатываю актеликом, в следующий раз я беру препарат фуфанонова. Как только выдвинутся бутоны, вот как только я там вот их внутри кустика разгляжу, все, сразу берусь за вот один из этих препаратов и опрыскиваю плантацию. Начинают зацветать, я повторяю, опрыскивание обязательно. Но и двух обычно хватает. Еще раз я опрыскиваю уже осенью, в начале сентября, после обрезки, перед тем, как подготовить клубнику к зиме. Вот и все, что я вам хотела рассказать про то, чем обработать клубнику и чем опрыскать клубнику весной. С вами была Светлана Самойлова и канал Сад для души. Пока!